Непонятно. Хорошо, что избути не работает. Все, мы продолжаем изучать книгу «Благодарность». Благодарность, сад благодарности. И учимся быть благодарными, потому что, как оказалось, благодарность – это ключ ко всему. Ключ ко всему, ключ к счастью в жизни, ключ к спокойствию, ключ ко всему. И наоборот, что когда неблагодарность, это как раз в другую сторону работает. Значит, кто не может зайти в Фейсбуке, заходите в Ютьюбе, заходите в Телеграме. Но почему-то мне показывает сейчас, показывает мне мой телефон, что хотя прямой эфир в Фейсбуке идет, но людей нету. Не знаю почему. Хорошо, друзья, если вы можете как-то с этим помочь, буду очень вам рад, буду очень благодарен. Теперь мы дошли к тому, что благодарность является корнем связи со Всевышним. Благодарность является корнем всего хорошего, что есть в жизни человека. И неблагодарность, наоборот, корнем всего плохого. Теперь здесь дальше объясняют очень интересную вещь. Он говорит так, давайте еще раз рассмотрим момент исхода из Едипта. Вот они были в едипетском рабстве. И потом Всевышний послал Мошарабейну, великого пророка. Он зашел, было 10 едипетских казней. И потом Всевышний, раступилось море перед ними, облака шли за ними, дарование Торы, питались они маном. Им с неба спускался ман, это такая духовная пища. И что все эти чудеса не смогли одолеть их жестоковыности. То есть он делает из этого вывод, что из случившегося мы учим очень важный принцип. Человек не меняется от вида чудес. Если, несмотря на все явленные им чудеса, сыны Израиля не обратились к раскаянию, следовательно, чудеса не приводят человека к Богу. А чудес можно пробудиться, но для того, чтобы совершить полное раскаяние в глубине сердца, окончательно победить собственное зло, для этого нужно трудиться и работать над собой. Что означает умножать молитвы. Умножать молитвы. Он говорит, молитва это самое главное, то, что убирает вот эту вот жестоковыность, да, такое качество, как жестоковыность. Интересно, почему же не работает в Фейсбуке? Кто-то знает, почему прямой эфир в Фейсбуке не работает? Дальше он говорит следующую вещь, очень интересную. Он говорит следующую вещь, сейчас, секундочку. Дальше он говорит следующую вещь. Что, почему же тогда, почему же тогда, если их Всевышний лично делал для них чудеса? Почему же тогда, если они видели все это? То есть, они видели такое, что, ну, любой человек должен был пробудиться, они слышали голос Всевышнего, они видели Маша Рабейна, который за скрижалями спустился с горы Синаи. Значит, они говорят, этого не хватает для того, чтобы стать религиозным по-настоящему. То есть, не хватает никаких чудес. И теперь он говорит следующую вещь, интересную тоже. Он говорит, что самое главное – это смирение. Смирение. Чтобы соединиться со Всевышним, нужно убрать свою гордыню. А как убрать свою гордыню, он говорит? Технически. Вот очень много людей, которые понимают, что надо убрать свою гордыню. Он говорит, как? Он говорит, очень просто – не забывать благ, которые делают ему другие люди. И когда ты видишь благо, которое делают тебе другие люди, когда ты видишь то, что они делают, ты понимаешь, что на самом деле эти блага исходят от Всевышнего. И получается, что главный грех – это грех гордыни, когда человек считает, что ему все полагается по заслугам, и он не должен никого благодарить, даже Творца. Теперь интересно, что я разговаривал недавно с Равашар Кушнир. Я говорю, Равашар, вот скажите, какая самая главная вообще проблема в семейных отношениях, и как ее исправить? Вот если взять вот коротко суть, как вы думаете, у вас огромный опыт, он к нему консультируется сотни-сотни пар, у которых есть конфликты в семьях, сейчас очень, ну, он, в принципе, говорит, что нету семей, в которых нет конфликтов, есть те, кто умеют из них выходить и не умеют. И он говорит, что главная причина всех конфликтов в семье, главная причина, основная – это то, что каждый думает, что ему все положено, что второй ему должен. И вот это второй должен, жизнь должна. То есть человек, когда он думает, что ему все должны, то ему все время не хватает. Он недоволен, он недоволен, он злится, он нервничает, он страдает. Даже если он не злится и не нервничает, он внутри страдает. Он говорит, если это убрать, если просто сказать, что мне никто не обещал в жизни, что мне попадется жена, которая будет такой вот точно, как я хочу, или муж, который будет точно такой, как я хочу. То есть мне Всевышний выделил именно вот такого или такую. Одному он выделил, там, на диване у него нету, другого дом разрушил, а третий заболел, у четвертого свои проблемы. Он говорит, это тоже мне очень понравилось, что мы вот в этом с Раваширом как бы видим мир одинаково, что он говорит, не бывает человека в этом мире без проблем, невозможно пройти этот жизненный путь без сложности. Но, говорит, те, у кого там есть уникальные люди, у которых в семье какие-то супер хорошие отношения, у них есть какие-то проблемы огромные где-то со стороны. То есть всегда у человека есть Всевышний, дает ему какую-то площадку для работы над собой. И вот здесь как раз мы опять возвращаемся, Равшал Маруш в этой книге, он нам говорит, прямо, он говорит, вот попробуй. Если тебе сложно, не жалуйся, не усугубляй это, не говори, что тебе сложно, не страдай и не заставляй себя страдать еще сильнее. Нет, наоборот, поблагодари Всевышнего, скажи, что спасибо. И за то, что ты благодаришь Всевышнего, как раз у тебя сложности и пройдут. Дальше он продолжает здесь немного и говорит такую вещь, что даже изучение Тору у самого великого ученика человеку изменится без работы над собой в молитве и раскаянии. Ведь цены Израиля слушать Тору от самого Всевышнего благословеного. Страшно даже подумать об этом. Они учились у самого Машера Бейну. То есть, представляете, то есть, не там у Искака Медосевича, Раб Шаламаруш и даже не у Рава Ашера Кушнира, а у самого Машера Бейна они учились, да? Они 40 лет были в пустыне, питались маном, ничто их не отвлекало, они не платили налоги, у них не было мобильных телефонов, они просто были погружены в Тору. И несмотря на это, они не изменились, говорит он. Такова реальность. То есть, если человек не будет работать над собой, даже изученный им Торой его не изменит. То есть, главное, в Торе мы узнаем инструменты, в Торе мы узнаем нити знания, у нас появляется понимание. Но изменение себя достигается только в ежедневной, такой вот прям целенаправленной, напряженной работе над собой. И если нет этой работы над собой, то ничего не получится. Да. Дальше он приводит такой отрывок, что То есть, когда нам говорится, что ты узнаешь сегодня и положишь на свое сердце, то принятие Тора идет двумя этапами. Узнал, положил на сердце. Это разное. Как говорил царь Соломон, что запиши слово Торы на скрижарях в свое сердце, запиши их на горло своем. Имеется в виду, что ты одно дело, ты знаешь, что надо быть хорошим, добрым, благодарным. И совсем другое дело, когда это знание стало тобой, когда ты с ним соединился. И это как раз и называется работа над собой, что целенаправленная, ежедневная работа над собой, которая начинается с простых вещей, с благодарности. Если ты благодарен ближнему, ты благодарен всевышнему, это и есть работа по изменению себя. Она меняет тебя полностью. Ты становишься другим человеком. И льет Иудии. Иудии это Леодот. Это Аллилуя тоже. Да. Аллилуя это Аллилуя это прославляйте. Леодот это Благодарите. Значит, Ода. То есть быть благодарным это и есть соединиться со Всевышним. Теперь мы продолжаем изучать, как это делать, конкретные советы. И сейчас мы пришли к девятому. К девятому уроку. Девятая глава в книге. Как быть grateful, да? Gratitude. Thank you. Значит, девятый урок его, он называется следующий. Благодарим Всевышнего, будь ему благодарен за все твои силы. Стилы это навыки, за все, что ты умеешь. Таланты и внутренние ресурсы. Значит, тут он говорит такую вещь, что только что мы учили, что причина всех проблем это гордость и неблагодарность, которая из нее проистекает. И ощущение, что тебе все положено. теперь если человек говорит, что мне положено, у меня есть таланты, у меня есть там стилы, таланты и ресурсы, и какой молодец. То есть, с одной стороны, это же гордость, так делать нельзя. Вдруг он говорит, будь благодарен за то, что у тебя это есть. То есть, сделай на этом акцент. И он говорит, что люди впадают в две кратности. Первая кратность, когда человек говорит, я самый крутой, вообще все у меня есть, все. Он становится уверенный, но в этот момент он становится очень хрупкий, потому что перед крушением вознесения и перед падением высокомерия. Да, если мы учили такой отрывок, то есть, когда человек становится слишком уверенный в себе, он перестает учиться у других, он перестает быть осторожным, он перестает, ну, то есть, это один шаг до падения, да, самоуверенность это один шаг от падения. Другой вариант, он говорит, нет, я никто, ничто, звать меня никак, ничего у меня нет и так далее. Это вроде бы очень скромная позиция, но он говорит, что в этой позиции она делает человека очень слабым. Теперь, какая правильная позиция? Это признавать свои таланты, свои, свои ресурсы, свои возможности, но не считать их своими, а благодарить за них Всевышнего. Он говорит, вот оно решение вот этой вот задачи, да, головоломки. То есть, если ты говоришь, да, да, у меня есть, я учу Тору, я со Всевышним вообще в одном шаге, слава Богу за это, слава Всевышнему, спасибо Всевышнему, спасибо Ваикре, спасибо Яша Шатадину, спасибо там рабе Зелек Плистину, да, спасибо, спасибо, что, что я вот прям буквально из-за этого я в одном шаге от Всевышнего, я вообще со Всевышним разговариваю, спасибо, что сделали этот connection, то есть, с одной стороны, ты признаешь вот ту связь, которая возникает при изучении Торы со Всевышним, с другой стороны, и ты признаешь, что в тебе это есть, ты на связи со Всевышним, все, кто сейчас на уроке, вы в одном шаге от Всевышнего через изучение Торы, то есть, прям, это мысль Всевышнего, вы как раз с ним сейчас общаетесь через изучение Торы, с другой стороны, это не дает вас гордиться, человек остается скромным, когда он говорит спасибо Всевышнему за то, что он меня в этом удостоил, это не моя заслуга, у меня это есть, безусловно, у меня это есть, я учу Тора, мне повезло, но это именно повезло, спасибо Всевышнему, и здесь появляется и уверенность, и скромность, это вот то, что быть благодарным всевышнему за все эти внутренние ресурсы за все эти таланты, которые есть и он рассказывает историю Розелен Плистин как один человек к нему пришел и говорит, вот вы знаете я говорит ну вот вообще у меня нет никаких талантов вообще нет у меня никаких талантов я обычно вообще не то что средний вообще среднее среднего, даже ниже среднего нет у меня никаких талантов и он говорит что даже не так было в рассказе написано что это его рассказывал человек как а как у него в жизни это происходило говорит я пошел к этому раввину и этот ролик не говорит посмотрим на твою жизнь давай внимательно посмотрим первое ты в школе учился у меня тут учился но очень-очень средне очень средне он говорит на ты читать умеешь конечно умею писать умеешь конечно умею а до этого не умел он говорит ну конечно не умеешь ты научился представляешь какой-то талантливый что ты научился с нуля не имея не умея не читать не писать ты научился читать и писать знаешь как ты можешь дальше учиться то есть он с помощью таких примеров он ему помог увидеть полуполный стакан ту часть стакана которая в нем есть да то есть он посмотрел на все с позиции ничего ему не хватает не сравнивая себя с другими а посмотрел на тот путь который он прошел и за это начал благодарить всевышнего и после того как этот человек говорит я вышел от раввина и у меня появилось очень большое осознание принятие всех тех великих подарков которые уже получил от всевышнего и понимание что я должен их развивать что все эти таланты которые во мне есть и которые реализовались на 10 на 20 на 30 процентов они все недореализованы только по одной причине что я не признавал того что они есть я не признавал и не видел доброту всевышнего который дал мне их проявить до этого момента и когда это признал осознал понял у меня появилась сила для того чтобы двигаться дальше он дальше начал развивать свои таланты вот так работает так работает благодарность все значит поэтому конечно давайте поблагодарим всевышнего за то что я продолжаю кстати я сам очень практикую то что мы изучаем и вот только сегодня у нас сейчас очень тяжелые такие времена напряженные в израиле очень напряженное время прям реально не только но у нас я вам скажу у меня лично очень напряженно внутри я вот ночью просыпался прям стресс такое просыпался я спрашивал себя тот вопрос который мы учили что спроси себя за что прямо сейчас благодарен всевышным и когда начинал задавать себе этот вопрос и отвечать на него я тут же расслаблялся успокаивался засыпал потом опять внутри организм он сам вот этот рептильный мозг который реагирует на опасность он включается и если ты у него будешь на поводу то паника тревога они просто жирают нервную систему но ты можешь выключить это вопросом за что я сейчас благодарен всевышним прямо сейчас и отвечая на этот вопрос ты опять соединяешься со всевышним и прямо происходит очень яркое изменение состояния поэтому дорогие друзья я благодарен всевышнего за то что мы живем все таки во время когда в это время за сейчас благодарен всевышнего за сейчас за то что можно учить тора за то что можно через youtube и facebook и telegram делиться с вами теми знаниями которые всевышний дает нам я благодарен всевышнему за то что наступает шаббат божьей помощью я благодарен за то что я знаю историю якова которые которые как раз яков когда он возвращался от лавана с женами с детьми и узнал что на него идет из от 400 400 воинов вместе с ним идет его убивает и яков он начал молиться яков начал разделил лагерь готовиться к войне и яков подготовил ему подарки обратите внимание как он ему слава подарки говорил я благодарен тебе мой брат и сав и он все время он это минха подношением благодарности до благодарственные подарки он подарил и в итоге именно я сейчас думаю даже за счет вот этих вот благодарности которые направлял к и саву то есть он не не боялся он не он слал ему подарки подарок за подарком спасибо тебе спасибо тебе спасибо тебе вот я еще подарок еще подарок и в итоге все хорошо они встретились обнялись поцеловались я очень верю что благодаря нашей благодарности благодаря тому добру которое мы создаем сейчас духовном мире закончится сегодня могут они закончится то есть прямо ведь война же решение закончить войну это в принципе решение одного человека который сидит это наверху а его голова находится в контроле у всевышнего сердца царей и головы царей тех кто наверху от этой пирамиды нашей человеческой они в руках всевышнего а всевышний ждет что с нами внутри будет поэтому давай поблагодарим всевышнего скажем спасибо тебе огромное за все что ты для нас делал делаешь и будешь делать спасибо 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 надо заполнить в эту пустоту которую я сейчас просто думаю как вообще мог не ценить вообще как я мог расстраиваться за каких-то мелочей как я мог придираться к своим близким как я мог там что-то вообще расстраиваться такая жизнь прекрасном не было такая хорошая верните мир верните мир всевышний верни на мир чтобы был шалом чтобы были здоровы и близкие все чтобы не было войны чтобы не было опасности и мужа я вам говорю как закончится война будем усилим ваикру с вашей помощью спасибо вам за помощь будем сделать прям чтобы все стали веселые радостные счастливые благодарны и здоровы все всем удачи успехов пусть всевышний слышит ваши молитвы и чтоб все были в безопасности до воскресенья с Божьей помощи шаба шалом